Радио Вера представляет Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, в миру Аркадий Викторович Шатов, родился в Москве в 1950-м, окончил Московский духовный семинарию и академию, священником стал в 1979-м и более 10 лет прослужил в различных подмосковных приходах. В 1990-м году был назначен настоятелем в храм святого благоверного царевича Дмитрия при Первой Градской больнице. Вскоре стал духовником училища сестер Милосердия. В 2010-м протерий Аркадий Шатов был пострижен в монашество с именем Пантелеимон, возведен в Сан-Архимандрита и рукоположен в епископы. Владыка Пантелеимон возглавляет синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Ну, мы с вами так давно не слышались, и столько накопилось на самом деле вопросов, что не хочется привязываться там ни к ню, ни к празднику, а хочется поговорить о каких-то достаточно серьезных общих вещах. Слушай, ну вот это удивительное дело, мы когда-то начинали, первая программа наша была как раз Владыкой Пантелеимоном, и мы говорили об очень простой вещи, надо ли ходить в церковь. Дальше прошло несколько месяцев, в этой студии побывали замечательные люди, правда замечательные, я это без тени иронии. Но тебя до сих пор не убедили, что надо. Это говорю, нет, и вот этот простой вопрос, он перестал казаться простым. То есть вот еще когда-то, прошлой осенью, когда мы с тобой сели в эту студию, ну правда, ну что может быть проще, надо ли ходить в церковь? Проходит месяцы, так или иначе, даже я что-то такое, наверное, все-таки начинаю там, о чем-то задумываться, не скажу что-то понимать, я начинаю о чем-то задумываться. О тех вещах, которые, правда, раньше не приходили мне в голову. И сегодня вопрос, а надо ли ходить в церковь, он не кажется мне таким простым, и у меня по-прежнему нет на него однозначного ответа. Но может быть просто гораздо больше каких-то вариаций на тему этого вопроса в моей голове сегодня роится, чем это было осенью прошлого года. Может быть, у тебя проблема в том, что для тебя понятие церковь стало не таким однозначным, как было до того. Безусловно. То есть что такое вообще изначально церковь, и почему с ней надо или не надо, с чьей-то точки зрения, иметь дело, да? И как бы, если ты регулярно ходишь в здание, которое называется храмом, и над которым висит крест, значит ли это, что ты член церкви, а если не ходишь, то не член церкви, да? Вот вопрос формулирую, отвечайте. Еще раз. Ну, давайте с простого. Действительно, вот человек ходит в церковь, а если он не ходит в церковь, а молится дома, келейно, перед иконами, он не член церкви? Ну, членство в церкви определяет участие в Евхаристии. Если человек не участвует в Евхаристии, то он таким образом не является членом церкви, кем бы он сам себя ни считал. Он может себя считать верующим, православным, и мы не хотим никого оскорбить и сказать, вы знаете, вы не причаец, вы не православный. Ну, пусть человек считает себя православным. Ну, у него православные убеждения могут быть. Но, конечно, член церкви тот, кто участвует в этом таинстве, которое так и называется, таинство церкви. И вне этого таинства, вне общения со Христом в этом таинстве нельзя быть христианином. Но ведь непосредственно Евхаристия – это такой процесс, которому взрослому человеку, даже, в общем, воцерковлённому, надо каким-то особым образом готовиться. И далеко не всякий раз, когда человек оказывается в храме, даже посещая там литургию или какую-то другую службу, он причащается. И многие православные христиане, даже которые, в общем, регулярно посещают именно церковь, ходят на службы, они причащаются крайне редко, ну, просто потому что тяжело. Там надо поститься, вычитывать специальные молитвы, как-то к этому готовиться. Не всегда есть такая возможность, есть сила на это. Получается, что если человек ходит в храм, стоит в литургию, не причащается, он всё равно вне церкви? Ну, мы живём в мире, в котором очень нехорошая экологическая, так сказать, ситуация. Она несравнима с тем, что было в мире, скажем, там, в XIX веке. Тогда был чище воздух, лучше была вода, продукты были хорошие. Мы живём в мире, в котором всё это неправильно. Но нельзя сказать, что то, что сейчас происходит, это норма. Норма как раз то, что было в XIX веке. Мы живём в мире, в городе Москве, скажем, где очень много рождается больных детей. Но нельзя сказать, что это некая норма. Нельзя сказать, что раз все болеют, ну, болезнь – это какая-то норма. Очень много людей психически нездоровых, их всё больше становится в мире. Но нельзя сказать, что это норма. Увеличивается зло в мире, и нормой является в церкви причастие, ну, хотя бы раз в три недели. Есть такое апостольское правило, которое никто никогда не отменял. Это правило гласит, что если человек без уважительной причины не был в храме, а значит, и не причащался, потому что раньше люди причащались, когда приходили в храм, три воскресения подряд он отлучается от церкви, он перестаёт быть её членом. А в XIX веке были какие-то другие правила, но эти правила не отменяют, древние правила. Они просто снижают планку, ну, и, примериваясь к немощам людей, там говорилось, что если человек хотя бы раз в год не поисповелся, не причащился, он не должен считаться православным. Но это было такое же государственное какое-то определение, это было не мистическое определение, а определение, которое казалось, скорее, такой юридической внешней стороны дела, как бы. Государство не считало его православным. А церковь, если примериваться к этому древнему правилу апостолов, не считает человека нормальным, христианином, если он хотя бы раз в три воскресенья не придёт в храм и не примет святые тайны. Но вот вы говорите без уважительной причины. Я понимаю, что уважительная причина, например, это советская власть, когда она просто порушила, и в каких-то населённых пунктах не было храма, и огромное количество людей просто не имело физической возможности прийти в храм. И при этом они как-то сохраняли веру, при этом я не думаю, что церковь их вычёркивает за то, что они иногда на протяжении всей жизни только мечтали о причащении, и там специально ездили куда-то, чтобы это сделать. Нет, это было и до революции. Ведь Россия огромная страна, и были огромные пространства, где не было храмов. Например, святая праведная являния Лазаревская, она когда венчалась, так написано в житии, она была первый раз в церкви. Я сам удивляюсь, как это могло быть. Ну, вот такое было. Но вот о сегодня, если мы переносим, попытаемся трактовать эти уважительные обстоятельства применительно к сегодняшнему дню. В воскресный день, когда есть служба и есть причастие, человек просто по графику своей работы, он вот именно воскресный, вот он работает, понимаете. И либо он теряет работу, заработок и возможность пропитания себя там из чата домочадцев, либо он всё-таки жертвует этим делом и идёт в храм. Ну, это вот первое, что приходит в голову. Может быть, ещё есть какие-то вещи, которые сегодня дают послабление. Я думаю, что для Москвы эта причина не может считаться уважительной, потому что в Москве есть огромное количество храмов, где служба совершается каждый день. Вот в Белграде, скажем, там другая ситуация. Я был в Белграде когда, ну, лет пять назад, может быть. Оказывается, там нет ни одного храма, где литургия совершалась бы каждый день. В Сербии. Храмов много, а литургии только в воскресенье, в праздничные дни. Я искал храм, не мог найти. Когда был жив патриарх Павел, говорят, он служил каждый день. Но, конечно же, если у человека нет физической возможности быть в храме, это одно. А если храм у него под боком, если до храма можно доехать или дойти, если он в этот день свободен и спит, потому что был вечером на дискотеке или сидел в интернете до трёх утра, то, конечно, ситуация немножко другая. Очень уважительно. Знаете, после бессонной ночи, действительно, так можно. Я летел в самолёте, как-то был один свидетельщик, говорит, ну, вы знаете, мы в пятницу там как-то вечером, конечно... Нажужжались. А потом уже как-то трудно. Слушайте, ну вот вы говорили о том, что в XIX веке очень формальное стало посещение церкви и причастие. Действительно, большинство людей, там, аристократов каких-то, я уже не помню, у кого я об этом прочла, причащались раз в год, вот так просто, ну, чтобы галочку поставить, потому что так положено. Чтобы соответствовать государственным требованиям. Да, и вовсе не по убеждениям своим духовным, вовсе не по вере своей. И эта норма, она была для всех абсолютно нормальной, очевидной, там, мужики, может, чаще причащались, а вот лучшая половина общества, интеллигенция, аристократия, в храме бывали крайне редко, и, в общем... Ну, некоторые думают, что до революции на всё было хорошо. Да. Всё было нормально, была вера, закон Божий преподавали, и всё такое прочее. И продукты правильные были, экология была получше. Ну, на самом деле, конечно же, все беды начались не в XIX веке, в XIX веке всё было в каком-то смысле тоже ужасно. Было очень много формальностей, было очень много сращивания власти с церковью, не было патриарха, но и много-много-много-много другое. Конечно, это всё и подготовило как раз вот этот страшный XX век. Он не просто так вот пришли какие-то там чужаки, принесли свою веру, уничтожили всех православных, вырезали, и вот теперь вот мы пожинаем то, что случилось. То есть, на самом деле, всё началось с гаражда раньше, это просто некое следствие. А вот смотрите, вот тогда возникает вопрос, а что есть хорошо для православного человека? Вот император, замечательно, я сейчас знаю массу людей, которые говорят, что как бы вот у нас был, значит, царь-батюшка, император всея Руси... Помазанник Божий. Да, помазанник Божий. Так это бы многие бы проблемы снялись. Российское государство официально объявляло православную религию, православную церковь, ну, главной, безусловной и практически единственной вот религии. Действительно, государство заботилось так или иначе о том, чтобы каждый, ну, вот хотя бы раз в год причащался, то есть в некие формальные отношения... В школе учили закон Божий обязательно. Ну, знаете, эта забота, она была такая, в общем-то, своеобразная. Надо прийти от месяца обязательно, получить справку, отнести её в учреждение, ты работаешь, ну, как-то это, конечно, ужасно. Да, но согласитесь, что вы сегодня тоже наверняка слышите от кого-то, вот, это золотой век, когда церковь пронизывала все, просто все сферы жизни общества. И как это было хорошо, и как бы нам вернуться в это дело. И когда, ну, я со своих позиций начинаю тоже говорить примерно про то же, что это совсем не идеал, что там было масса всего, что если бы там было всё замечательно, так, знаете, в 18-19 году с таким энтузиазмом бы не крошили и не громили, и не сбрасывали. Мне говорят, что ты ничего не понимаешь, ты далёк от церкви, вообще тебя слушать невозможно. А тогда я нуждаюсь в каких-то аргументах, которые скажет человек из церкви, который вот мне объяснит тоже, может быть, изнутри. А что тогда с точки зрения православия в этом есть порочного и неправильного, и где вот эти вот корни того зла, которое проросло потом в начале 20-го века? Порочное неправильное было то, что церковь была подчинена каким-то внешним требованиям, срослась с государством, это, конечно, было порочным и неправильным. То, что в отношении веры применялся какой-то аппарат, такое давление, насилие над человеком, конечно, это было неправильно, и, конечно, это многих от церкви отвратило. Порочным и неправильным было то, что дворянство, высшее такое сословие, для них священники были просто низшим каким-то сословием, скажем. Вот это было, конечно, тоже порочным. Порочным было то, что люди низшие какие-то классы жили... Священники были чуть-чуть выше покрепостных, это гораздо раньше. Порочным было то, что люди, называвшие себя христианами, всё-таки имели рабов. И некоторые, конечно, относились к ним с любовью, были членами семьи, как бы их, но в основном, очень часто же было по-другому. И сам строен диктовал такое и другое отношение к этим людям. Порочным было то, что были богатые и были бедные, что не все богатые занимались благотворительностью или ещё чем-то. Но, вы знаете, всё-таки для церкви всегда время благоприятное на земле. И нельзя сказать, что лучше во время мира или лучше во время войны. Вот я беседовал с одним архиереем сейчас в Украине, и мы с ним говорили о ситуации там. И он говорит, что сейчас стали ходить в храм те люди, которые раньше никогда в него не ходили. Некоторые люди говорят, что эпоха гонений – это самое благоприятное время для церкви. Потому что тогда рождаются святые, рождаются мученики. Это время, когда испытывается вера человека, когда церковь очищается от лицемерия, от ханжества какого-то, от людей, которые… Тут нельзя лицемерить. Или ты умираешь из-за Христа, или ты отказываешься от веры. А когда быть верующим – это выгодно в каком-то смысле? Ну, как было там во времена императора Константина, скажем, когда могли занимать верующие посты какие-то там… Ну, собственно, и в Российской империи тоже. Да, и в Российской империи тоже самое. Но это же другое немножко. А тогда… Когда хрестились, чтобы там евреи, чтобы перейти через число оседлости, скажем, чтобы получить право там учиться где-то или ещё что-то. Ну, конечно, эта выгода, она… Замечательные миссионеры, они, когда крестили, скажем, Чукчи, Колышей, вот эти народы, митрополит Иннокентий Московский, он не давал никаких подарков за это. Чтобы привлекал не подарок человека, а привлекала сама вера. А на другие как-то думали о том, что можно людей привлечь каким-то материальным стимулом. А есть ли тогда вина церкви в том, что она срослась с государством? Что она позволила? Конечно. Признавая моя? Ну, я не знаю, насколько люди осознают эту вину. Но я знал одного архимандрита замечательного. Он такой, правда, был человек очень характера решительного и твёртого. И он, по-моему, угораздил его угодить в тюрьму даже при Брежневе, когда вроде была какая-то свобода. Когда он говорил в 1917-м годе, он говорил, во всём виноваты попы. Если бы они проповедовали, если бы они жили по-христиански, если бы они призывали богатых жертвовать бедным, если бы они являли пример любви, как святой праведной Кронштадтский, никакой бы революции не было. Вы слушаете программу «Светлый вечер». С нами епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Вы говорите о том, что даже служители церкви, ну, исторически, не всегда, скажем так, являют собой такой пример для подражания. Что же говорить о рядовых христианах, которые каждое воскресенье, наверное, через «не хочу» заставляют себя идти на литургию, тащить с собой детей, просыпаться рано-рано, особенно если живёшь в городе, действительно, столько соблазнов вокруг. Почему всё-таки вот прям каждое воскресенье должен человек оказываться в храме? Вот он там, я не знаю, я понимаю, он весь год готовился там как-то, собирался с силами, читал книжки правильные, как-то настраивался, потом постился. Ну, ты идеализируешь человека, который целый год так готовился. Не, ну, я знаю людей, которые действительно как-то сочувствуют православию, читают святых отцов, там, какие-то другие всякие умные книги, Евангелие читают постоянно. Но вот для них прийти в храм – это целая прям история. Но зато вот они, если туда пришли, то они там и порыдают, и всю душу наизнанку вывернут, и, может быть, раз в год причастятся, но уж так вот от души, что прям вот катарсис. А ты тут ходишь раз в три недели, каждый раз одно и то же на исповеди рассказываешь, потому что за три недели особо много не успеваешь накосячить, но все косяки, они всё те же абсолютно. Ну, и как-то там ещё с кем-то пощебечешь в очереди на исповеди, перед чашей там на детей пошикаешь. Как-то это всё превращается в некую такую рутину и немножечко даже в бытовуху. Может быть, это и обесценивает вообще, ну, наше такое христианское какое-то служение, наше прихожанское рвение, нет? Танечка, вы, может быть, сами того не зная, перевели на современный русский язык и проиллюстрировали современными примерами замечательную мысль святителя Иоанна Златоустого. Вот я всегда знал, что в этой голове скрывается огромный ум просто и уста золотые. Конечно. Он говорил так, кого, говорит, мне похвалить, того, кто причается каждый день или того, кто причается раз в год? Не того, говорит, ни другого. А того, кто причается с чистым сердцем, ну, и как-то там дальше говорит о том, что причаться нужно обязательно подготовить и достойно причаться. Так что, конечно, дело, может быть, даже не в этой регулярности какой-то, а дело в том, как человек приступает с этим тайн. А то, что, ну, вот вы начали сначала, немножко не совсем верно. Вы сказали, что вот человек себя заставляет, берёт себя за волосы, тащит. Ну, бывает так. Стоит, ждёт, когда же кончится служба, но стоит, как солдат на посту. Ну, так бывает, правда. Вот, и как-то, вы знаете, святой праведный Кронштадтский, он так говорил, когда я не причащаюсь святых тайн, я чувствую, что я умираю. И когда человек это ощутил, когда он полюбил Евхаристию, когда он, ну, когда на него дохнуло вот это дыхание другого какого-то мира, когда он ощутил душой эту красоту, когда он встретил на Евхаристии Христа, когда он почувствовал, что у него душа изменилась, что переменились мысли, изменились чувства. Вот, когда он это ощутил, то он будет стремиться причаться чаще, мне надо будет себя заставлять, он будет бежать. Ну, как бежит, там, жених к невесте, как, там, ребёнок бежит к матери. Как он скажет, ну, что, к матери, ходи к матери каждое воскресенье. Да как-то трудно, тяжело, если он любит мать. Да я каждый день буду к ней ходить, мне каждое воскресенье. Ну, это сколько надо вообще ходить в храм, сколько надо молиться, поститься, чтобы тебя, что называется, так озарило. Нет, 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 это не так. Нет, это не так, я думаю. У каждого, конечно, своя какая-то история. С каждым случается это по-разному. Но Господь каждого ждёт, и каждому может дать это прикосновение. Душа каждого может прикоснуться. Это, может быть, в разное время бывает. Я не знаю, как это бывает, это тайно, конечно. Но я знаю людей, у которых это коснулось в первый же раз, как только они там переступили порог храма. Я знаю людей, у которых это случилось, когда они причастились, ну, просто вот чисто случайно, не зная, что это такое даже. Да, но потом, ну, как сохранить тогда это состояние? Потому что мы все, безусловно, там, все христиане, которые причащаются... Вот здесь как раз нужно усилие, потому что в Евангелии написано прямо. Царство Небесное усилием берётся, употребляющие усилия восхищают его. Вот здесь как раз нужно обязательно усилие. А усилие-то опять вот через не хочу, за волосы вытащил себя. Лишний раз, там, лишний час по воскресенье не поспал. Да. Детей растолкал и пошёл. Когда бывает такой период искушения, когда бывает такое каменное нечувствие в душе, то, конечно, нужно употребить это усилие. Но употребить его хотя бы в малой степени, хотя бы чуть-чуть, хотя бы, ну, вот, хотя бы заставить всё чуть-чуть хотя бы. А вам не кажется, что всё это уже очень напоминает? Вот разговор, который сейчас вот как раз ведётся, не напоминает то, о чём говорят, ну, там, представители других религий, когда нужна медитативная практика. И вот эти условные там упражнения, физические упражнения, должны исполняться с определённой периодичностью, и они гарантируют в итоге переход количества в качество, когда вот и наступит просветление. Залевитируешь. Да. Равным образом мы знаем там некие протестантские церкви, которые настаивают как раз на том, чтобы каждое воскресенье обязательно пришёл, обязательно там вот это, а-тарам, пам-пам, похлопал, спел. Положное количество. Денег дал, и тогда вот тебе тоже переход количества в качество гарантируется. Есть ли тогда в православии, ну, некое первоначальное отличие от вот этого? Не уподобляем ли мы тогда поход в церковь воскресеньем, там, выстаивание литургии, молитву и евхаристию вот этим медитативным практикам, которые есть, ну, в некоторых других течениях? Есть. В православии есть то, чего нет в других религиях. Я вот в этот случай не видел. Я в молодости искал религию, я, по-моему, рассказывал уже, но мне один раз искал, и я не нашёл этого. В православии есть святые, которые являют образ Христа. В православии есть полное знание о Христе, в православии. И это знание, к сожалению, ну, к счастью, не знаю, ну, это факт, невыразимо в словах, в предложениях, в каких-то формах зыримых. Ну, хотя, может быть, икона, там, икона Троица, там, замечательная, Андрея Рублёва. Но всё-таки невыразимо до конца. Оно выразимо, когда ты видишь другого человека, который живёт со Христом и во Христе, на котором почил Святой Дух. Вот когда ты такого человека видишь, или читаешь его книги, может быть, или читаешь о его житии, и когда ты ощущаешь вот эту его особенность какую-то, вот с этой особенностью, конечно, ничего не сравнится. Вот это вот, мне кажется, такой путь к Христу, путь к Богу, то, что отличает христианство от каких-то медитативных практик, от усилий, от привычки, от самообмана какого-то, от обольщения. Вот это есть. Нет, ну, вот это я понимаю, это всё равно там где-то отдельно. А вот моё повседневное поведение, вот этот переход количества в качество, он тоже декларируется? Ну, вот Таня же сказала, и вот сколько же надо ходить для того, чтобы. А значит, хотя бы на уровне подсознания вот это присутствует. Нет, я же сказал, что это не всегда бывает. Бывает очень по-разному. Я знаю удивительные истории, когда человек не ходил ничего, и вдруг ему открылось. То есть такой гарантии, Василий Курчев, никто ничего не даёт. Вот я буду ходить каждое воскресенье, буду причащаться не реже одного раза в три недели, и тогда обязательно Царствие Небесное гарантируется. Нет, дело же не в этом. Дело в том, что что нужно? Нужно поверить во Христа и искать Христа, и жить перед Ним. Вот это, наверное, нужно. И, конечно, помогает в этом, я ещё раз повторяю, вот это вот знание святых. Потому что святые проводники Духа Святого, через них действует Дух Святой. Все ли святые в православной церкви ходили каждое воскресенье? Нет, конечно. И причащались не реже? Мария Египетская причащилась два раза в жизни. Вот. Значит, путь, о котором мы... Она несла как бы такую епитемию, потому что у неё были очень тяжёлые грехи. Она причащилась первый раз, тоже такое удивительное было, милость Божия к ней. А потом, сколько, 47 лет, по-моему, жила в пустыне из-за своих грехов. Конечно, бывает такое. Но речь идёт же... Но она не могла ходить в храм. Если бы она вышла из пустыни, когда ещё не победила свой грех и вернулась бы в город, она бы вновь впала бы в него. Это, мне кажется, понятно. Но когда человек живёт рядом с храмом, когда есть хороший священник, который готов с ним поговорить, готов ответить на все его вопросы, и он этим не пользуется и не приходит в храм, вот это, конечно... А если, извините, а если он осознаёт, что он не меньше грешен, чем была Мария Египетская? Человек? Человек сам себе постановил. И вот пока он себя не победит, он не может переступить порог храма и прийти исповедоваться. Нет, но она же, понимаете, она же не сама выбрала себе такой путь. Она услышала голос от иконы Божьей Матери. Её Божья Матерь послала в пустыню. Сказала, пока не перейдёшь через Иордан, не обретёшь покой. Поэтому это было такое повеление Божьей Матери. Не она сама себе выбрала. Ну, я могу себя убедить в том, что мне тоже было некое откровение, которое меня настроило, как убедило в том, что вот я последний грешник, и пока я не справлюсь со своим грехами, пока я их не побе... Не одержу победу над ними, так чтобы это было по-русски, я не имею морального права пойти и причащаться. Может быть. Были люди, которые не имели права входить в храм, были люди, которые стояли вне храма, и сейчас священник не всем разрешает причащаться. Он вправе по последнему документу, принятому архиерейским совещанием, до года не разрешать человеку причащаться, если у него есть какие-то грехи. Но это всё равно должен решать не сам человек, а священник. Я думаю, что лучше с мамой это не решать. Я вообще, чем больше живу, тем больше понимаю, что я сам по себе решить ничего не могу, я обязательно сделаю какую-нибудь ошибку. Я поэтому лучше всегда с кем-то, ну не с кем-то, а посоветуюсь с духовником, спрошу, был сегодня у патриарха, и тут уж я как-то спокоен. Меня вот очень волнует тема как раз упомянутого вами каменного нечувствия, потому что мне кажется, что это всё равно состояние, в котором мы пребываем большую часть своего бытия, как бы мы ни молились, ни постились, как бы мы ни старались, всё равно, как бы мы ни ходили в храм каждое воскресенье, но... Танечка, придётся перевести стрелки опять на вас. Да, давайте. Я надо говорить, не мы, а я, ладно? Потому что мы с Володей, может быть, не такие. Хорошо, я... Или мы с Володей. Знаете, я просто даже близко не пытаюсь. Но я вижу это не только в себе, но и во многих своих собратьях по храму. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Нет. Я как раз о том, что очень хочется от него избавиться, и каждый раз не укаешься, но, с другой стороны, всё время жить вот в этом, наверное, состоянии тоже такого постоянного божественного присутствия с тобой рядом и в тебе, да, это как-то, ну, невыносимо. Это же такая благодать, которая на тебя, если вот она на тебя брошится, ты же вообще ничего не сможешь делать. Нет, вот я читал про одного католического святого недавно, и он там как-то восхищался какими-то явлениями божественной славы какой-то, и он там приходил в выступления, что-то такое, но это католически. А вы помните, в Библии, когда Господь являлся пророком, Он явился Ему в веянии тихого ветра, в тихом веянии ветра, в дуновении, в дуновении ветра. Присутствие Божие в этом мире, оно не всегда такое экстатическое какое-то, не всегда приводит человека к восхищению. Оно может быть как веяние тихого, как мир такой, как какая-то такая. И вот в святых это, я вот видел святых людей, и в них это было. Вот старец Паисий, который недавно был бычистом в лику... Святогорец. Да, святогорец, старец Паисий. Он ничем не отличался от других. В нем не было этого огня какого-то там, не было той энергии, как и наших проповедников замечают, как в отце Дмитрия Смирновой, он не пытался быть остроумным, как я, скажем, чусь, так сказать, как-то что-нибудь такое сказать всегда. Не говорил красиво, как там, не знаю, кто-то еще, может быть, у нас. Не выступал на политические темы, как там отец Силл Чаплин, по-разному как-то. Он был очень тихий такой, незаметный, ну, совершенно не... Вот, знаете, вот из всех монахов, может быть, ну, самый такой незаметный, самый обычный просто человек стоял передо мной, когда я с ним разговаривал. Поэтому это присутствие Божье, оно иное, нежели мы себе представляем. Оно не всегда видимо бывает человеку. А окамененный не чувствует, Танечка, это, конечно, страшная беда. Вы читали Анна Лесточника? У него есть такая глава об окамененном нечувствии, так и называется. Я очень советую всем, кто не читал, почитать. И, может быть, читать каждый день, тогда что-то станет ясно эти годы через два, наверное. Ну, может быть, и раньше. Вы требуете невозможных усилий просто. Два года читать, там, несколько страниц для того, чтобы... Я понимаю, но цена-то вечность. Правда, вечность – это роскошь. У нас есть всего лишь минутка, через которую мы вернемся. Светлый вечер на Радио Вера Радио Вера представляет Друзья, это программа «Светлый вечер». У нас в гостях председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зоевский Пантелеимон. Говорим о том, почему нужно каждый день делать над собой усилия, бороться с своим окамененным нечувствием и желательно ежевоскресно оказываться в храме. Но получается, что если человек ведет православный образ жизни, то вся его жизнь строится от Евхаристии до Евхаристии. Совершенно верно. И он всю свою неделю должен жить в ожидании этой божественной методики. Не только в ожидании, он должен хранить и приумножать те дары, которые получил в предыдущее воскресенье. Но когда мы говорим о храме, давайте мы так еще немножко объясним. Мы говорим не просто о храме. Храм, ну что такое? Ну, стены, ну, хорошие иконы, ну, хор хорошо поет. Но храм – это же семья, это духовник, который тебя любит, который тебя знает, которому ты доверяешь, который тебе улыбнется, и у тебя уже на душе становится светлее, который посмотрит на тебя строго, и ты поймешь, что действительно ты в чем-то там виноват. Это же люди, которые приходят в храм. А общение с этими людьми очень важно для нас, которые живут в окружении сейчас людей неверующих. 99 из 100 людей, которые нас окружают на улицах, в трамвае, в автобусе, в метро, это люди, которые не знают этой тайны. Тайна Евхаристия, тайна Христа. Они называют себя православными, но не знают дара Духа Святаго. Они не касались даже этого, они об этом не думали. И очень важно оказаться среди тех людей, которые этим живут, чтобы побыть с ними вместе. Ну, как себе домой вернуться? Вы знаете, вот на работе всякое бывает, да? Там то, сего. Ну, домой придешь, возьмешь ребеночка на руки, вот младенчика. У тебя как-то сразу отлегает от души. Жена сядет рядом, тебе чайконы льет, скажет, бедный, устал сегодня. Ну, ничего, все хорошо, не расстраивайся. Когда ты приходишь в храм, и вот эти люди там, и духовник, который тебя любит. Вот я говорю о таком храме, не просто о какой-то среднестатистическом храме. Надо найти такой храм, который стал бы для тебя родной семьей. Ну вот, еще и пойди, найди такой храм. И найди еще такого духовника. И потом, вам не кажется, что вы сейчас нарисовали некую идеальную картину, которой нет на самом деле в жизни? Потому что... Есть такие общины, могу рекомендовать, могу дать адреса. Я вот, знаете, опять о своем, что называется. Все равно есть социальная стратификация общества. Есть социальная стратификация, которая признается церковью, и поэтому мы, извините, видим на некоторых службах специальные выгородки для особо почетных, которым простой, там, прихожанин, близко не прибудется. Молоденько, ну не ходите на эти службы, милый. Кто вас туда зовет? Приходите к нам, у нас бомжи бывают. Да понимаете, в чем дело. И не ходите с бомжами, ну, или другое. Речь же не обо мне, понимаете? Если бы сейчас мы разговаривали исключительно про то, как меня, Владимира Аверина, привезти в Царство Небесное, то, может быть, было бы... И я по-другому бы строил этот разговор. Но когда мы все равно пытаемся... Ну, я, Васильевич, пытаюсь понять. Вот общий принцип функционирования церкви. И если это возможно, и если это демонстрируется и показывается, как разделены на несколько потоков, а вот здесь вот у нас стоят вот эти, а здесь по пригласительным билетам, а здесь вот у нас совсем какие-то другие, то я могу предположить, что это та модель, которая и существует, и которая переносится во все остальные храмы, во все остальные общины. В конце концов, когда я читаю там литературу про тот же XIX век, про который у нас с вами, слава богу, нет ощущения, что это золотой век русской истории, то прекрасно тоже понимаю, что были там первые ряды для особо почетных, а потом где-то вот по углам, значит, шарились все остальные. И никакой семьи, где тебе улыбнутся и чайку нальют, не было. И подозреваю, что, опять же, глядя на то, что по телевизору мне показывают, и нет. А есть жесткая стратификация общества, которой надо... Вот ты в этой нише стоишь, и все, и не дергайся. И не пятюкай, как ты любишь говорить. И не пятюкай, да. И будут натянуты веревочки, и стоять охранники, которые тебя из твоей страты не выпустят. Ну, это же не так совсем. Ну, как не так? Ну, я в телевизоре это вижу. Ну, только в телевизоре не показывают же приходскую церковь. Там показывают особые богослужения, на которых нужен особый порядок, который нужно особенным образом охранять. Потому что мы знаем, что у нас разные же есть люди. Ну, как семья же, понимаете? Я согласен, как семья. Конечно. Ну, чужие там не ходят. Вы же говорите о службах каких-то особенных. На этих службах должен быть порядок. Вы знаете, Папа Римский, Франциск Первый, который ведет себя очень демократично, он в первое время своего понтификата отказался от охраны. И когда его чуть не раздавили восторженные там... Прихожане. Да, то он решил охрану все-таки вернуть. Даже либеральный, демократичный Папа Римский, которого все так любят. Так, а у нас в России-то, вы знаете, у нас люди, когда стоят ко кресту там или еще куда-то, так они там готовы... Не знаю, я помню, детей мы вытаскивали из толпы, чтобы их там не раздавили в Богоявленском соборе. Поэтому порядок такой нужен, конечно. Ну, конечно, всякое бывает. Хотя апостол Иаков пишет, что если к тебе войдет человек с золотым перстнем какой-то там... Я сейчас боюсь, я неправильно какую-нибудь цитату скажу. И ты посадишь его рядом с собой, а бедному скажешь, ты постой там, то это будет неправильно, он говорит. То есть норма в церкви, что все перед Богом равны, все причаиваются из одной чаши. Все к ней подходят, к этой чаше, одинаково. А то, что выгорожены какие-то места для людей, которых надо охранять, ну, царь раньше тоже причащался вместе со священнослужителями после помазания на царство. Как-то выделялся из этой... Ну, он был помазанник. Да, помазанник. В Византии, да? В Византии. Царь в алтаре причащался. Ну, первый раз, потом уже, по-моему, он не причащался так, хотя, кажется, имел право. Но первый раз после помазания он причащался как к священнослужителю престола. Потому что это считалось особое служение. Православный царь. Нет, я говорю о другом. Поэтому, конечно, это... И человек, он, может, и не придет тогда, если для него таких условий не создать. Он не придет тогда в храм. Но можно даже всех привлечь. И богатых, и бедных, и бездомных. Бездомный не обидится, если вы там пнете, и там что-нибудь ему скажете, он останется. А такому человеку ты на него... Посмотри неправильно, так он уйдет. Поэтому надо как-то стараться. Так это его проблема. Это не проблема церкви. Ну, вашу проблему я понял. Я вам сейчас дам адреса. Ну, десятка храмов, где этого нет. Да нет, я знаю такие храмы, на самом деле. Вы же дамы можете прийти. Я знаю, только я думаю, что исключение. Это исключение из храмов. Мне кажется, это большинство храмов, где нет никаких загородок, нет никаких ограждений. Там и нет прихода такого, о котором вы говорите, как семья, которому хочется возвратиться, с которым хочется иметь дело, общаться, дружить, любиться и прочее. Вы знаете, когда Господь ходил по земле, спросили у апостола, Господи, неужели мало спасающихся... Я опять боюсь неправильно процитировать. Он сказал, не бойся, малые стадо. На самом деле, найти что-то хорошее бывает очень трудно. И оно хорошее не всегда видимо. И не всегда оно может быть рядом с нами, но мы можем просто этого не заметить как-то. Ну, конечно, надо искать. Но когда мы усиливаемся, когда ищем его, мы сами делаемся лучше, делаемся достойно его. Если ты не поработал для этого, не потрудился, ты не достойен этого дара. Ты хочешь, чтобы тебе всё как манную кашу с ложечки в рот положить. Ну, это же современная неправильность совершенно. Ведь жизнь – это подвиг, это поиск. Так же неинтересно, когда тебе всё свешивается в рот. Надо же бороться, надо искать, найти, не сдаваться. Как это неправильно? Пропой нам песню «Весёлый ветер», «Весёлый ветер». Это вы сейчас правильно цитируете. Вы про «Весёлый ветер» не боитесь неправильно процитировать. Это известно. Да. Там, и ты откроем, как там говорится, кто ищет, тот всегда найдёт. Да. Но я вам ещё раз говорю, что сегодня такая общая тенденция – обеспечить меня в шаговой доступности. И православная общественность требует, чтобы в шаговой доступности было обеспечено. Опять же, наша задача – сделать всё для этих людей, а их задача всё-таки найти это, и Господь попускает трудности. Рождать, вот, рожать, как ребёнку будет. Это же не просто, там, кесарево сечение может повредить. Нам с вами должны представить. Ну, да. Ну, как ему выйти в этот мир? Представляете? Это невозможно протиснуться. Ну, вот. И так много очень в этой жизни. И Господь говорит – стремитесь войти тесными вратами, широкие врата, которые ведут к погибели. Вот что говорит Господь. Поэтому нет ничего страшного, надо искать это, и это есть. Ну, это вообще похоже на то, чтобы искать приключения на одно место себе постоянно. Ну, потому что жить-то тогда как нормальной жизнью человечества? Нормальная жизнь – это подвиг, Танюша. У тебя семья, дети, и работа какая-то, огород, дача и прочее-прочее, а ты себе и узкие врата ищешь. Ну, это мещаться, Танечка, ну что вы? Ну, это реально. Нет, подождите, а вот это действительно важная штука. А тогда, получается, предположим, я, может быть, я этого очень хочу, но допускаю, что есть такие люди, вне церковных служителей, вот обычные, миряне, что называется. Они ощутили вот этот вот восторг, это присутствие Христа, о котором вы говорили там несколько минут назад. Значит ли это, что если им мешает, ну, сохранять вот этот рот их занятий, скажем, профессиональный, ритм их жизни... Город, в котором мы живем. Город, вот, то для них правильнее отказаться от профессии, поменять место жительства, ну, то есть вот как-то вот изменить вот эту внешнюю сторону своей жизни для того, чтобы с большей вероятностью, что называется, сохранить это присутствие. Или всё-таки, на ваш взгляд, опять же, ну, вот уже такие обстоятельства внешне заданы, и надо к ним как-то приспосабливаться. Там по Станиславскому, знаете, вот оправдывать внешние обстоятельства. Я знаю очень многие примеры, когда человек менял свою жизнь кардинально и находил счастье. Когда человек с высшим образованием, кандидат в науку, женщина какая-нибудь, приходил к нам в училище, работать санитаркой в больнице, становился сестрой милосердия и была счастлива. Я знаю случаи, когда человек отказывался от своей карьеры какой-то научной, становился священником в советские времена, когда был гоним, когда все его там пинали, когда ему не давали спокойно жить, когда всячески его преследовали. И был тоже счастлив такой человек. Конечно, это совсем не главное, то, о чём вы говорите. А работа там, в шаговой доступности, там, магазин, не знаю, что там ещё. Дача. Дача, машина. А воскресенье, надо грядки охочивать. Ну, главное, чтобы душа радовалась. Это же главное. Согласитесь. А? А грядки на даче. А теплицы, которые нам... Ну, грядки, это же не душа. Но это же не душа, ведь главное, чтобы душа радовалась. А вы поймите, что это очень трудно определить, бывает иногда, что у тебя радуется, душа или желудок. Да? Согласен. Потому что ты вот клубнику посадила, прополола, она у тебя удалась, и ты радуешься, ты в махтарам-то не пошёл. Потому что тебе надо клубникой заниматься. Это же ты всё для того, чтобы деток своих витаминами накормить. Я как-то служил за городом, когда однажды утром в воскресенье ехал на автобусе, нам там удалось дачу снять для детей, и я с этой дачи ехал на службу в храм. И автобус полон был грибниками рано утром в воскресенье. Я, когда пришёл в храм, сказал проповедь. Сказал, что вот у нас люди вместо того, чтобы в храм ходить, ходят в лес за плесенью. И как было воспринято паство? Ну, как-то они все удивились, сказали, да. Ну, как-то они так задумались. Да, а может быть, для кого-то это единственный способ вообще... Пропитание. Или расслабиться, или как-то отдохнуть. Всё-таки надо выбирать. Или одно, или другое. Всё-таки надо выбирать. Ну, что поделаешь? Ну, нельзя, и там, и здесь, и всё, что хочешь. Потому что... Выбирая, опять же, правильно цитирую, дружок, один какой-нибудь кружок. Что-то надо выбрать одно, наверное. Или радость в душе, царство небесное, любовь, или огород, счёт в банке, там, не знаю, что там ещё. Дачу где-нибудь там. Потому что вот весь разговор, который сейчас идёт, он крутится как раз вокруг этого, вокруг выбора. Вокруг выбора, да. Да, потому что он действительно... Вокруг выбора образа жизни? Да. И человек свободен, конечно. Вокруг выбора образа жизни. И как раз Христос никому себя не навязывает. Дьявол, он действительно человека может связать. Он манит его к себе. Наркотики, пьянство, секс, что-нибудь ещё, карьера, деньги, ещё что-нибудь такое. И когда человек начинает, он уже всё завяз, он уже не может из этого выбраться. А Христос, он... Приди, приходи, вот. Хочешь, владеет, примей это, зову тебя, приходи. Но не навязывать человеку ничего. Извините, тогда вот эта вот аналогия с узкими вратами и про то, как сложно ребёнку выйти в мир, протиснуться, она тоже не совсем верна, потому что ребёнку помогает мать. Она тужится, она его к этому ведёт. А если просто так вот распахнули... Ну, хочешь, приходи, протискивайся, а я посмотрю. Нет, ну, он помогает, конечно. Ну, сохраняется свободу у человека, но помогает, он помогает, но не нарушает. Не нарушает свободу человека. Он не делается христианцем зависимостью. Оно становится любовным, и оно не вредит душе. Сегодня в программе «Светлый вечер» тут Ларсен Владимироверин и епископ Орехово-Зоовский Пантелеимон. Ещё такая всё-таки важная вещь, мне кажется, которая меня, например, волнует, как всегда, все стрелки перевожу на себя. Ты пришёл в храм, ты причастился, ты прочитал благодарственные молитвы, ты вышел обратно в свою жизнь, вернулся. И погрузился как раз, ну вот... В то же болото. В то же болото, да, абсолютно. И, ну, может, на несколько часов тебя хватило вот этот литургический какой-то свет донести, а потом всё равно ты погряз в своих делах, в телефонных звонках, в какой-то заботе, в хлопотах. И потом вот эта неделя идёт, она для тебя куда более естественная, вся эта мирская суета, она часть твоей реальной ежедневной какой-то пульсации, да, дыхания твоей жизни. И вот уже пятница, и уже надо как-то готовиться, как-то затормозить, как-то к этому воскресенью подойти в правильном настроении и состоянии, а невозможно, очень трудно. Получается, ну, по крайней мере, в моём случае, эти воскресные дни, я, да, от Евхаристии до Евхаристии, от воскресенья до воскресенья, но это каждый раз какое-то торможение, это каждый раз не, наоборот, не ускорение на крыльях, я несусь в храм, наконец-то, наконец-то литургия, это, наоборот, я замедляю весь свой образ жизни безумно сумасшедшей, я себя удерживаю за все возможные хвостики для того, чтобы вот, ну, хоть как-то подготовиться, хоть как-то прийти туда, хоть в каком-то более-менее ненечувствии, да? Выбери, выбери, раз тебе образ жизни так мешает лететь на крыльях в храм, а для тебя это важнее всего, вот если мы договорились, что для тебя это важнее всего, измени всё остальное. Я знаю, что это важнее всего, но, может быть, я не всегда это чувствую. Нет, надо просто каждый день, Танечка, не откладывать это исправление, вот если вы чувствуете, что начинаете погружаться в это болото, надо барахтаться... А что делать? А если моя профессия, там, какой-то мой образ жизни, это... Нет, на профессии на радиоверу можно выступать, а остальные... На радиоверу можно, но я ведь работаю не только на радиоверу, да? Для того, чтобы деток-то кормить, знаете, но не только на радиоверу приходится. Да, просто есть же некоторые условия, которые заставляют тебя в этом болоте существовать, и, может быть, даже мигрировать, зеленеть и квакать, как все, да? Хотя, может, ты по-другому бы хотел. Нет, ну, мне кажется, всё-таки компромиссов надо быть осторожным здесь, не надо свою совесть, своё понимание истины как-то менять на чечевичную похлёбку. Категорично. Вы как-то категорично. Но христианство, это вообще... Я считал одного какого-то протестанта, он сказал, что это Евангелие, это бомба, это сильнее, чем атомная бомба по своей силе, по действиям своей. Поэтому, конечно, это, конечно, меняет жизнь человека. Может быть, моя беда в том, что меня в детстве так не водили в храм? О, вот эта вот тема, которой я подступаю с самого начала. Меня тоже не водили в детстве. Меня бабушка привела, мне там стало страшно плохо, и я помню с ужасом, как меня привели в 4 года. Мои дети ходят в храм практически с внутриутробного своего существования, но ведь нет никакой гарантии, что, став взрослыми самостоятельными, они это продолжат. Но вы можете сделать всё, чтобы это было. Надо, чтобы у них был духовник, надо, чтобы им было в храме интересно. Вот я, когда водил своих детей в храм, я приходил с ними специально в Богоиленский собор, подводил их к иконам, рассказывал им, чтобы им было интересно, следил за временем, чтобы это было недолго, ставил с ними свечечки, им было интересно, покупал им просфорочки. Моя жена водила их после службы обязательно в кулинарию. Я жутко не любил это кулинарное все эти какие-то... Ну, там пирожки из пирожки. Да. Ну, я не знаю, я не любил этот вкус, этот кулинарный в советской этой кулинарии, но дети очень любили, для них это был праздник. И поэтому для них всегда это было связано с таким, с праздником. Один, я уже говорил, как-то один епископ свистой давал копеечку каждому, кто к нему в храм приходил, я даю, конфетки раздаю у нас в храме. А что же вы рассказывали про того, который крестил чукчи, знаете, подарков не дарил? А чукчи взрослые были. Но дети, но как дети сами... Хотя чучи как дети, но нет, но дети этого не понимают. И они видят любовь. Когда ребёнок видит любовь, видит, что ему хорошо, он понимает. Ну, и надо воздействовать на смысл его. Я им на ушках говорил, что сейчас происходит, почему там то, почему сё, как надо помолиться им. Но тоже не знаю, что будет дальше с моими дочерьми. Пока они в храм ходят, слава богу. И мужья у них вроде неплохие. А вот мои приятели переживают, правда, трагедию. Потому что они воцерковлённые люди. И, может быть, вообще я им очень благодарен, потому что искренний интерес, во всяком случае, ко всему, что связано с православной церковью, я получил от них как импульс. Но сын тоже внутриутробного состояния. И они действительно по воскресеньям в Князь Владимирский собор в Петербурге. И там замечательный священник. И очень грамотно тоже мог бы рассказать и про иконы, и про архитектуру. И вот воскресная школа, и там хорошая, действительно, никто этого не отнимет. А дальше ребёнок дорастает до 16-летнего возраста, с ним что-то случается внутри, без всяких видимых обстоятельств вот этих. И он говорит, я туда больше не пойду, мне не нравится то, как вы живёте. И дальше проходит уже ни год, ни два, опять. Мне кажется, что происходит, что вот люди видят, как живут вокруг другие, которые не ходят в храм. Вот я сейчас шёл по набережной. Ну, зачем в храм? Весело, девушка, юноша, дети, велосипеды, скейтборды эти самые, интернет. Ну, это не факт, что при этом одно и другое не скучает. Нет, я просто говорю, что жизнь такая очень интересная, хорошая. Но ведь жизнь, она не только вот в этот сегодняшний солнечный такой замечательный вечер. Она же будет потом и болезнь, будет и смерть, будет и предательство чьё-то, может быть. Будет и какая-то беда, очередной кризис или ещё что-то, несправедливость какая-то будет. Будет непонимание близких. Ну, вот жизнь пережить без Христа, вот встретить все эти трудности, которые встретятся без Христа, невозможно. Так пусть встречу трудности, пойду. Какие проблемы-то? Может быть. Вон один же в последний момент успел, и нормально. Я думаю, что поэтому Господь и допускает эти трудности в жизни. Так вот, опять же, вопрос. А надо ли тогда ребёнка вот уже так вот систематически... Я думаю, что надо делать... Конечно, хорошо его приучить, чтобы у него навык какой-то был, что он привык. Ты узнал, что там происходит, да? Но навык – это второе. А главное, чтобы он почувствовал любовь. И чтобы он узнал о Христе, чтобы вот образ Христа, его слова, его любовь, ну, вот эта тайна Христа, чтобы она была открыта его душе. И даже если он в какой-то момент отвернётся, это всё равно когда-нибудь сразу работает? Обычно люди отворачиваются от церкви, их смущает что-то внешнее. Ну, что-то батюшка не так сказал, прихожане там, он видел, что они какие-то не такие. Папа, оказывается, там с мамой ругается, хотя вроде православные. Это его соблазняет, смущает как-то ребёнка. А они говорят, нет, я в Бога верю, но церковь как-то я не понимаю. Обычно они вот так вот делают эти дети. Вот если будет в детстве вот это переживание встречи со Христом, если будет, если будет любовь, если он почувствует эту любовь, то он обязательно вернётся. А родители могут как-то, скажем так, стать посредниками в этой встрече? Ушкорить этот процесс. Ну, я всё время, я в который раз рассказываю про преподобного Силуана Афонского. Надо почитать про его папу, как папа его воспитывал. Замечательный пример. Или про отца Тавриона, который говорил, приводил в пример мать Алёши Карамазова, который не успел его воспитать, но поднимал на руках к иконе и просил Божью Матерь, что она взяла под свою защиту. Поэтому он говорил, что надо детей воспитывать с любовью, если и вырастет разбойник, на кресте покаяться, чтобы ребёнок узнал эту любовь, которую нигде он больше не найдёт. Ни с чем не сравнишь. Ни с чем не сравнишь. Никакие соблазны, никакие интересные вещи в этом мире, они не сравнятся с этой любовью. Вы знаете, вы сейчас говорите аргумент, который я не мог найти в разговоре со своими слушателями на другой радиостанции, где я тоже работаю. Потому что идея контроля, ограничений, она просто овладела. А давайте мы вот здесь поставим наш забор, а вот это запретим, а вот это запретим. И на мои крики уже практически. И вы правда считаете, что вот это поможет вам вырастить нормального человека, если вы обложите его заборами, оставите одну половицу, по которой он должен ходить? Да, говорят мне люди. Да. А я говорю, а как же, а вот о любить детей? Ну, любить как бы это, конечно, да, но мы должны вот просто везде запреты, ограничения, всячески окружить маленького человека этими запретами, и тогда вроде бы у них есть иллюзия, что это гарантия того, что вырастет продукт, их устраивает. Нет, мы-то знаем, что система существует. Бог же, он всё знает, всё видит. И камеры никаких не нужны. Он так всё знает и даже мысли наши видит. Не нужно никакого детектора лжи или ещё что-то. Он всё это видит и всё это знает. И был Ветхий Завет, в котором были эти правила, в котором было побивание камнями за, скажем, гомосексуализм какой-то или ещё что-то такое. Но потом-то Новый Завет наступил. И хотя всё это есть, но Бог же сохраняет свободу человека. Он не вмешивается каждый раз, не наказывает за каждый проступок. Он ждёт, он любит и ищет каких-то путей, чтобы человека вернуть к себе. Поэтому, конечно, вот эта система запрета, наверное, она нужна. Наверное, нужны какие-то законы. Конечно, без них нельзя. Но всё-таки не это главное, конечно. Но родителю согласиться с тем, что вы его любите, и даже если вырастет разбойник, покаяться на кресте, вы просто смириться с тем, что вырастет разбойник... Ну, это, понимаете, слова, конечно, то, что мы сейчас говорим, всё это, конечно, слова, слова, слова. Да, конечно. Всё это болтовня по-настоящему. Потому что за этими словами можно понять совсем не то, что мы имеем в виду. И по этими словами можно подписаться, можно их отвергнуть. А по сути-то, суть вот если почувствовать, то тогда, конечно, что-то изменится. Но передать суть мы, к сожалению, в прямом эфире никак не сможем. Поэтому, конечно, надо обращаться к опыту святых. И надо ходить в церковь, где присутствует Бог, где Он являет себя тем, кто Его ищет. И тогда может что-то открыться, и тогда человек поймёт очень многое, откроются многие тайны. Мне недавно в Пандам, Варлоте, к твоей теме о заборах и половицах одно издание христианское задавало вопрос о воспитании детей. И был такой вопрос, как сегодня в православной семье воспитывать ребёнка так, чтобы он не почувствовал себя чужим в этом ужасном внешнем мире? Я так удивилась этому вопросу, потому что мне кажется... В этом ужасном внешнем мире надо чувствовать, себя чужим. Нет, просто, ну, мне кажется, что если человек ходит в храм, ну, если человек православный христианин, он не может себя чувствовать чужим в этом ужасном мире. Не может. Нет, ужасным, Боже, этому миру он чужой, но не живой людям, которые в этом мире живут. Но, нет, просто он же не один в этом ужасном мире, да? Ну да, но если он с Христом, то... Нет, но если он с верой, с Христом... Ну, это ж какую силу надо иметь, ребят? Ну, это трудно, конечно. Если вокруг, ну, вот, среда со своими какими-то законами... Этот мир когда-нибудь кончится, этот мир когда-нибудь кончится. Нет, ну, с другой стороны, ведь это же всё Господом создано тоже, и это небо, и эти-то... Нет, тем не менее, Танюша, этот мир когда-нибудь кончится именно потому, что дети не смогут противостоять всему тому злу, который в мире накапливается, мне кажется. Ну, это одна из причин того, что мир этот кончится. Потому что дети-то, они вот, ну, замечательные же. Такие они удивительные. Они замечательные, но вы же прекрасно понимаете, что там, условно, в школе может сложиться такая среда, где вот законы совсем далёкие от христианских. И если ребёнок, ну, например, вот он, да, вот он решил, что, а он будет жить вот так, как должно. Это мы даже не можем себе представить, взрослые люди, какой подвиг этот ребёнок совершает, если он противостоит и выделяет себя из этой церкви. Нет, я замечательный рассказ у Брэдбери «Детская площадка». Почитали вы, да? Вот там рассказывают вам, что ребёнок чувствует на этом мире, среди этих замечательных созданий. Я был в детском саду, я переживал нечто подобное, когда меня поводили в детский сад. Конечно, это так. Это очень тяжело. Я не знаю, я с вами не согласна, потому что, если говорить о мире как вместилище греха и как о вот этом потребительском, материальном образе жизни, это да. Если говорить о мире просто как о внешнем пространстве, в котором... Нет, природа. ...в который выходит человек... Природа. Да, он не может там... Природа, конечно. Ну, не только природа, но и город тоже, как место, в котором он существует. Ну, город, современный, скажем, город, с его этими уродскими совершенно зданиями, сити какой-нибудь там, конечно, оно какое-то такое, я бы не сказал, что оно напоминает обои. А иногда идёшь по городу, голову поднимешь, а там какая-нибудь кариатиды стоит мимо, который ты 800 тысяч раз прошёл, и вдруг её первый раз увидела, такая красота. Нет, ну, кариатиды, может быть, 19 век какой-то. Но сити-то это уже 21-й, там маленький храм, есть такой маленький. Подождите, в 21 веке сейчас поставят какой-нибудь памятник, и мы удивимся его эстетическим достоинствам. Ещё готовит нам сюрприз жизнь в этом смысле. Но возвращаясь всё-таки к посещению, регулярному посещению церкви с детьми или без детей, всё-таки получается, что даже если это становится для тебя рутиной, даже если это какая-то такая, ну, как сказать, регулярная повинность, которую ты исполняешь, да, ты лучше это делай, потому что рано или поздно... Ну, конечно, рутина тогда, когда у тебя окмененные нечувства. Вот поэтому рутина. Если нет этого окмененные нечувства, тогда нет никакой рутины. Тогда каждое посещение храма – это радость. С детьми очень трудно. С детьми очень трудно в храме. Я знаю по опыту своих дочерей, как они приходят туда, и они виснут на маме, там начинают бегать, начинают хулиганить, на них там начинают шипеть, шикать, ну, невозможно. Зато детям неведомо окаменинное нечувствие. А? Ну, и ведомо другие чувства. Разбойные такие какие-то они там начинают вести себя. Конечно, это трудно. Ну, жизнь, она трудная. Трудно в неё рождаться, трудно жить, трудно будет умирать. Это труд. Но без этого труда нет радости настоящей. Это здорово, что она такая, мне кажется. Это самые лучшие из всех миров, какие можно было себе придумать, наверное. У вас есть неубиваемый аргумент. Вот второй раз мы с вами беседуем на эту тему. Есть один неубиваемый аргумент. Это вот радость. Радость, которая вам дана. А кому-то не дана. А кому-то не дана, да. И остаётся всем, кто нас сейчас слушает, либо порадоваться вместе с вами и ощутить её в себе, или просто порадоваться за вас, либо ощутить злобную такую чёрную зависть. Да приходите, дорогие друзья. Это что ж такое, кому-то да, кому-то нет. Володь, да пожалуйста, сколько угодно, что мешает вам радоваться. Вы скажите, что мешает. Мы сейчас удалим, хирургическую операцию сделаем, или будем лечить терапевтическим способом. Это же самое сложное, понять, что мешает. Прежде чем сказать вам, что мне мешает, я должен понять сам. Давайте выключим микрофон и сейчас поговорим. Вот так вот. Как про меня, так в микрофон, а как про Володю, так, значит, за пределами эфира. Потому что ты светлый человек. Ты как моя бабушка Таня, которая в 80 лет на каком-то прекрасном юбилее, где оказался наш друг, отец Косьмой, из Донского монастыря, и она ему сказала, Косьма, я в 80 лет не исповедовалась, но тебе я готова за все 80 лет открыться. И мы такие сказали, ой, спасаем Косьму. Спасибо огромное. Это была программа «Светлый вечер». Спасибо большое, дорогие друзья. Был, да, наш любимый прям вообще гость, представитель Синодального отдела по церковной благотворительности социальному служению, епископ Орехово-Зуевский, Пантелеймон. Всем светлого вечера. Спасибо. Спасибо большое. Светлый вечер на Радио Вера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова